Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И, наконец-то, мы с вами доехали до участков. Сегодня более-менее нормальная, хорошая, комфортная погода. Вы видите, что я спокойно нахожусь у нас в майке. И, так сказать, в майке и в трусах. Давайте покажу вам, где это находится, чтобы вы немножко сориентировались. Вот мы сейчас вниз с вами смотрим, наблюдаем. И там у нас две дороги. Идет у нас Вадлер. Называется у нас этот район Казачий Брод. Есть у нас на продаже здесь несколько участков. Давайте я постараюсь вам это озвучить. Сразу говорю, цена. Давайте все участки в пределах 2 миллионов рублей плюс-минус 300 тысяч. Например, вот этот участок у нас большой, ровненький. Здравствуйте. Большой, ровненький участок. Здесь у нас с насаждениями. Да, здесь даже у нас есть капитальный гараж. И, в принципе, он стоит довольно-таки недорого. Если не ошибаюсь, около 2 миллионов. Но он, в отличие от всех остальных, смотрите, он ровный. Он нормальный, ровный участок. Здесь вокруг соседей живут уже круглогодично. Здесь есть у нас вода. Здесь есть электричество. И здесь самое главное, есть у нас газ. Смотрите, участочек ровный. Участок действительно заслуживает внимания, тем более угловой. И к нему хорошая, комфортная дорога. Сейчас я вам покажу. Что значит комфортная дорога? Я могу сказать, что это не хуже, чем, например, ехать у нас на Лысую гору. Вот такая у нас бетонка. Да, и вот я спокойно проехал. И, смотрите, машина чистенькая. Я ее не испачкал. Этот участок у нас продается. Поэтому документы все на участок есть. Сразу идем с вами в Росреестр. И сразу мы с вами оформляемся. Назначение СНТ. Соответственно, без какого-либо разрешения вы можете начать строительство. И потом по упрощенке взять и дом ввести. Вот они, газ. Чтобы вы видели. Здесь уже у нас три столбы с электричеством. Здесь все есть. И он ровненький. А теперь давайте пройдем дальше. Посмотрим еще пару участков. Итак, друзья, еще раз привет всем. И, как вам обещал, я сейчас вам покажу еще участки. Кто-то меня просил, Макс, а есть какой-нибудь небольшой домик на участке? Ну и чтобы я мог его как-то реконструировать или еще что-нибудь. Да, такие есть. Сейчас подъехал не вовремя, да, и закрытый. Вот такой домик у нас. Сразу скажу, нижний этаж, где у нас вот этот место для гаража, очень-очень низкий. Ну, реально низкий. А второй этаж уже полноценный, хороший. Здесь у нас участок земли идет около семи соток. Ну, здесь, смотрите, в отличие от того участка, который мы сейчас с вами смотрели, здесь, конечно же, есть склон. Вот он, да. Идет небольшой склончик. Но, в любом случае, если мы посмотрим с вами, здесь у нас растет фейхуа. Здесь у нас растет много чего интересного. И вот участок в целом довольно-таки большой. Вот, смотрите. Нормальный такой. Вот он, хурма растет. Еще не успели ее оборвать до конца. Деревь очень много здесь. Ну, и вот такой, видите, такой узенький. Вот такой узкий участок. Он такой длинный, да, участок, но узкий. Сразу говорю, по мне, лучше взять участок без такого домика, да, чем брать у нас участок вот с таким домом. Потому что я понимаю, что такой дом меня точно не устроит. И мне нужно будет еще потратить определенные деньги на девонтаж. Мы сюда приехали по такой дороге, да, и сразу говорю, к тому участку, который я снимал до этого, да, где у нас находился гаражик. Там гораздо интереснее. Ну, вот немножко я испачкался. Машина, как всегда, у меня чистая. Ну, здесь вот такая дорога. Там дорога гораздо комфортнее. Поэтому давайте пройдем с вами дальше. Цена этого домика, если не ошибаюсь, этого участка около 2 миллионов 400. Могу ошибаться, плюс-минус 100 тысяч, потому что много участков, много у меня в голове чего вот уже. Поэтому могу ошибаться. Поэтому давайте поедем с вами дальше, посмотрим еще пару участков. Итак, давайте посмотрим с вами еще один участок. Также находится у нас в районе, которое называется Казачий Брод, да, в поселке, в селе, не знаю, как правильно назвать. Вот такой вот здесь участок есть. Мне он тоже нравится, потому что я бы его себе даже рассматривал, потому что он довольно-таки такой ровненький, посмотрите. Такой вот ровный, интересный. И здесь участок реально большой. Он идет 8 с половиной соток. Получается, можно построить дом. И смотрите, рядышком дома они все идут жилые. Там люди уже живут. Вид у нас идет на горы. Такая-то хорошая атмосфера здесь. Зарастет у нас хурма. В общем, все довольно-таки неплохо. Есть столбы с электричеством. И, конечно, 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 конечно. Вот так вот отсюда он у нас идет. Ну, есть, конечно, и свои минусы. Минусы этого такой вот подъем здесь, да, хотя у нас бетонка есть. Ну, смотрите, как у нас решают вопросы в Сочи с нейронной поверхностью, да. Вот так вот нас вот берут, ставят у нас какие-то вот эти топорные конструкции и уже частями засеют огород. Здесь у нас по логике, наверное, лучше домик ставить повыше. Будет и вид лучше, да, туда прям в глубину. Так же, как ставят соседние дома. А здесь уже используют для участка. Еще раз повторюсь, по меркам Сочи этот участок у нас считается ровненький. По меркам Сочи, конечно же, этот участок у нас ровный. Почему ровный? Потому что у нас в Сочи есть... Здравствуйте. Здравствуйте. А там еще один есть продающий. Еще один есть. Сейчас, секундочку, сейчас мы еще не посмотрим. Прямо секунду. Итак, с вами дошли еще до одного участка, подсказала соседка. Тоже стоит в пределах двух миллионов, но здесь уже десять соток, да. Такой здоровый у нас участочек. Давайте пройдем с вами чуть подальше, посмотрим все-таки, как здесь все расположено. Здесь у нас сразу начинается лес. Тоже, в принципе, довольно-таки интересно. Да, и внизу у нас строятся домики. А продается именно вот этот участок. Здесь уже, смотрите, здесь уже построено. Дом в целом сделан довольно-таки неплохо. Внизу дом строится такой хороший, капитальный. Поэтому здесь, конечно же, есть подвездные пути. А вот тут у нас уже начинается дикий лес. Что такое дикий лес? Это грибы, это у нас, не знаю, земляника, ебуника и прочее. Да, давайте я все-таки пройду. Вот это. Настоящий такой лес. И, конечно же, он идет огорожден. Потому что там у нас земля не продается. А здесь вот стоят такие домики, да. Если охота прям подешевле, то делаются вот такие вот сваи даже, да, просто, которые можно делать вручную. Типа труб такие небольшие. И построить можно небольшой домик. Но здесь, скорее всего, это больше как дача, да. А вот здесь внизу, который надо у нас строиться, это уже, скорее всего, хороший такой вот, ну, такой вот. Нормальный. Аж слова потерял. Что касается газа, здесь газ у нас есть, здесь у нас есть электричество. И здесь у нас вода. Вода здесь обычно, как практика, это скважина. И второй вариант, это у нас, конечно же, вода у нас берется, берется у нас с родника. С самотеком, он текет накопитель, и с накопителя у вас, получается, поступает к вам, да. Вы там максимум, что можете поставить, дополнительно какой-нибудь у нас насос, и все будет хорошо. Вид-то хороший. В принципе, здесь у нас и птички поют. И в целом все довольно-таки неплохо. Цена участка этого, ну, до двух миллионов рублей. Сейчас свяжется с собственницей. Сказала, что она продавала не больше двух. Это сказали соседи. Поэтому очень хорошо быть коммуникативным, когда нужно побольше общаться с соседями. И тогда уже побольше соберешь информации. Ну, и многие спрашивают, как у нас цветет хурма. А хурма у нас, точнее, уже вот нам поспела. Вот такая местная хурма. Листьев нет, но сама хурма у нас висит. Ну, здесь еще расскажу. Вот здесь у нас не очень хороший участок в смысле подъезда. Хотя вот на Кашкай здесь легко можно было доехать. Поэтому я все-таки отдал предпочтение, вот если вы меня спросите, что бы я себе взял, да, из того, что я вам показываю. Я отдал бы лучше свой голос за тот, где у нас стоял гараж капитальный. Вот так вот. Ну, теперь идем с вами дальше. Итак, для тех, кто говорит, что в Сочи нет грибов, вот у нас вот такие вот грибы. Грибы вот такие вот есть. За полчаса насобирали. Вот видите? Да, вот такие вот они. Монстрики. Поэтому грибы есть. Мы находимся с вами в казачий брод. Вот такие вот грибочки есть. Довольно-таки неплохо. Сейчас, наверное, скорее всего их зажарят, либо еще что-нибудь с ними сделать. Какую-нибудь страшную вещь. Вот так вот. Поэтому в Сочи грибы есть. Итак, всем огромный привет. И сейчас спросите, Максим, ты куда нас привез? А я привез вас в казачий брод. И здесь у нас в парадаже вот такой вот трехэтажный домик 200 квадратов. Сразу скажу, что хорошее в этом доме. Этот дом у нас сделан под чистовую отделку. Здесь уже готов у нас санузел. Здесь у нас уже и на втором тоже санузел готов. Здесь в целом уже все сделано. Электричество 15 киловатт. Все документы на дом получены. Здесь есть мини-детская площадка. Ну и, конечно, вот такой вот сам у нас домик. Домик довольно-таки неплохой. И цена на него очень хорошая. Цена реально хорошая. Здесь у нас территория вот до дерева. Тоже относится это вот к этому дому, само собой разумеешься. И вот так вот он выглядит у нас, так скажем, с торца. Вода здесь у нас есть у нас и в скважинах, есть и родниковая вода. Опять же, газа пока здесь нету, потому что клиент продает у нас на данный момент дом. Говорит, я не хочу газ делать кому-то в подарок. Но сосед, говорит, газификацию сделал. Обошлось это ему в 60 тысяч рублей. Вот оно. Газ вот прямо сразу здесь есть. Теперь, что касается нас, во внутренний подъем, говорит, там бардак. Поэтому, говорит, посмотрели пока снаружи, говорит, кого заинтересует. Говорит, уже внутри обязательно приеду, уберусь и снимем. Вот здесь у нас участок, да. Завезено сюда около 40 камазов грунта, да. Именно хорошей земли, чтобы прорастало. Здесь заказали пальмы, фихуа. Здесь же у нас есть и слива, и все что угодно. Ну, красиво сделали. Просто видно, что сейчас никто не ухаживает. А так у нас и маленькие пальмы, и большие пальмы, и хурма здесь растет. Все. В целом, участок довольно-таки неплохой. Вот здесь идет вдоль. Сразу скажу, здесь хорошие у нас подъездные пути. Даже не то, что хорошие, а нормальные такие подъездные пути. Поэтому, я думаю, что есть смысл его смотреть. Конечно, здесь по соседству дома не такие красивые, как вот этот домик, да. Но, в целом, я думаю, я думаю, что вот именно продавец в этом случае, конечно же, прав. Он говорит, зачем я буду сейчас сделать чистовой ремонт для кого-то, говорит. Все равно никого не устроит, говорит. Поэтому гатобой наклеить сами. Паркет какой нужно, тоже все сделать сами. Примерно так. Сразу говорю, давайте мы сейчас немножко заглянем. Да, видно, вот все у нас, видите, все это штукатурено, все сделано. И теперь остается дело за малым. За малым это у нас как раз взять и всего лишь немножко дома довести. Здесь у нас есть такой вот большой гараж. Гараж у нас тем более в Сочи актуален. Наверху есть хорошая спальня, да, хорошие у нас сделаны оконные группы. Ну и, конечно, здесь, наверное, не по Сочицкой традиции, наверное, первый раз я увидел у нас оконные группы, чтобы на них стояли решетки. Ну, все-таки сделали на всякий случай. В целом здесь очень хорошо. Птички поют. Здесь у нас лес начинается. Можно ходить в лес. И в целом, в целом, ну, я считаю, что цена, ту, за которую за нее хотят, это цена 6,5 миллионов рублей. Этот дом этих денег стоит. Однозначно. Во-первых, дом сделан капитально. Во-вторых, само собой, разумеется, качество, я считаю, что просто потрясающее здесь. И, в целом, если учесть, что земля под ним стоит, наверное, 2 миллиона минимум, да, если учесть, что пришлось потратиться на свет, на ту же самую воду, да, сделать септик, то я думаю, что, в принципе, оправдывает. Оправдывает. Клиенту, кто будет покупать, остается только всего лишь доделать у нас ремонт. И все. И сейчас я буду ехать назад. Я сниму для вас еще, конечно же, дорогу. Ну, а теперь пока, еще раз повторюсь, дом 200 квадратов на почти на 6 сотках земли. Ну, я не считаю, это официально. И неофициально, конечно, там 12 соток. Ну, такая цена. Ну, и, конечно, детская площадка тоже сделал у нас владелец этого дома для детишек. Поэтому это будет такой маленький небольшой бонус вот для этих у нас коттеджей. А теперь пока. Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И сейчас мы с вами что сделаем? А мы сейчас с вами проедем с того места, где я сегодня снимал у нас участки. Участки я снимал в разной ценовой категории. Начиная от, там, миллион четыреста и заканчивая хорошей ценой, да, там, два четыреста вместе с псевдодомиком. Именно псевдодомик, потому что по-другому я никак не могу это назвать. Мы сейчас с вами выезжаем, и также с дома, который у нас продается в чистовой отделке, да, там даже сделана у нас ванная комната, все в кафеле. Мы сейчас с вами едем в центр Сочи, посмотрим, сколько занимает дорога. Ну, и давайте, конечно же, по традиции мы с вами возьмем и засекем километраж. Сколько же у нас будет? Мы выехали, время у нас 15.07. Ну, и вот такая дорога. В целом, вот сюда я приезжал у нас и на кабриолете. Сразу говорю, чем хорош казачий брод? Да, тем, что он полностью весь газифицирован. Это первое. Второе, да, это большое преимущество, что здесь хватает электрических масштей. Здесь спокойно можно на каждый дом брать по, именно на каждый дом можно спокойно брать по, сейчас скажу сколько, можно брать по 15 киловатт, в легкую, не напрягаясь. Поэтому сразу говорю, в целом здесь довольно-таки комфортно. Если мы с вами здесь повернем налево, то мы попадем с вами на дорогу, которую ведет в скайпарк. Ну, а если мы с вами проедем направо, то как раз мы будем выезжать с вами в сторону того места, где я обычно рыбачу. Рыбачу я у нас на форелевом хозяйстве. И у нас, конечно же, мы можем с вами попасть, как вариант, это у нас на форелевое хозяйство, если проедем там буквально километра с полтора. Казачий Брод находится у нас на горе, поэтому если вдруг здесь участки брать, здесь все равно придется немножко над рельефом поработать. Чуть-чуть прям придется поработать. Ну, в целом, довольно-таки, я считаю, все равно неплохо, хорошая электронтива для тех людей, кто хочет там за миллион, за полтора взять участок и жить счастливо. При этом, чтобы были коммуникации, потому что никому из вас не секрет, что у нас есть районы, да, есть у нас земля, где нет ни транспорта, ничего. Здесь мы с вами проехали, да, там буквально до автобусной остановки не больше, чем 150 метров. И вот здесь у нас ходят автобусы, как те автобусы, которые уходят в скайп-парк, так и те автобусы, которые у нас берут и просто, которые у нас просто берут и сейчас скажу, какой здесь автобус ходит, по-самому интересному. Сейчас, 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 пару минут прям и скажу. Автобус здесь 131. Конечно, он ходит не так, как хотелось бы, сразу не так, как хотелось бы, но здесь еще много уходят автобусов, которые идут в скайп-парк. Поэтому проблем здесь с тем, чтобы добраться нет. Ну, опять же, так уж повелось, что, когда ты покупаешь дом в Сочи или в квартиру в Сочи, можно спокойно взять тысяч за, не знаю, за 50, можно взять автомобиль, и на автомобиле у нас непосредственно передвигаться. Это 100%, я думаю, будет лучшее решение. Либо, конечно, можно взять у нас участок поближе к центру пешей доступности, там за 6 миллионов за сотку, и ходить пешком. Здесь пешком тоже можно ходить, только нужно взять две лыжные палки, с ними будет вам по гоорам ходить гораздо проще и легче. Здесь мы едем, у нас просто потрясающий вид, у нас просто отличные рядовые характеристики. Здесь у нас, на нас находят вдохновение, и, само собой, разумеешься, здесь можно у нас и помедитировать, и, не знаю, там, остаться на дне с природой. И, конечно же, я вам показывал сейчас в видеоролике, что здесь можно пойти и пособирать грибы, да-да-да, именно грибочки вы можете здесь собирать, и никому за это не платить. Хоть что-то в Сочи есть бесплатно. Опять же, здесь есть у нас подход к реке, которая называется у нас Зинта, и на этой реке вы можете попробовать поймать у нас дикую рыбку. Скорее всего, это будет форель, скорее всего, это будет, так называемая, маринка и тому подобное. И здесь никто вас в этом, скажем, не обделяет. А если охота порубачить уже, так скажем, с чувством, с толком, с остановкой, то можно пройти до форелевого хозяйства. А мы с вами сейчас проехали 1 километр 800 метров уже, и в целом мы едем с вами по асфальтированной дороге. Специально никого не обгоняю, чтобы показать именно настоящее расстояние, настоящий путь. От данного, так скажем, жилого комплекса, точнее, жилого дома, либо жилых участков, которые я снял в предыдущем видео. Сейчас мы с вами все это посмотрим. Ну, конечно, мы здесь сейчас, 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 сейчас. Мы с вами едем. Едем с вами вниз. Ну, и прям еще осталось прям совсем чуть-чуть. Вот, да, вот заказной, да, видите, очень много у нас людей посещает здесь скайпарк. Потому что по-настоящему красиво, по-настоящему потрясающе. И, конечно же, по-настоящему экстремально здесь можно порвать. Блин, а здесь, оказывается, еще есть такое хорошее озеро. Я его даже раньше не видел. Сейчас. Смотрите. Просто я не знал, что есть такое озеро. Там, судя по камышам, оно больше похоже на дикое. Только как туда пройти, я пока не понимаю. Смотрите, сколько оказывается озер. Тут озер, оказывается, очень-очень много. Потому что мы постоянно рыбачиваем туда, который с правой стороны. А здесь этих озер, жесть просто. Ну, да ладно, не будем обникаться, потому что для меня рыбалка больная тема. Я все-таки каждый раз ищу себе какое-нибудь новое место, чтобы попробовать новый экстрим. Попробовать рыбачить. Попробовать себя реализовать как-то. Неохота прерывать видео. Так бы, конечно, с большим удовольствием взял бы. И у нас... Да, и кончилась у нас водичка. Блин, обидно. Сейчас подсохнет. Кто-то хотел сделать как-как лучше, да, а получилось, как всегда. У них у нас стоят гаишники, которые у нас... Которые у нас здесь смотрят правильно с заездом. Посмотрю на меня сверлящим взглядом. Вот здесь, да, у нас как-то сделали непонятный заезд и выезд. А, нужно проехать перекресток, получается, да, и потом повернуть, чтобы не пересекать сплошную линию. И вот здесь, с левой стороны, у нас был заезд на... Правильно говорите, заезд был на форелевое хозяйство. Точнее, на озеро, которое к нему относится. Вот такая дорога. Эту дорогу я уже снимал несколько раз. Я думаю, эта дорога для вас новой ничего не даст. Вот так вот. Давайте посмотрим. Очень медленно здесь едут. Обычно у нас какие-то автобусы берут и прижимаются правее немножко. Ну, в этом случае, извините, просто у меня нет времени ехать и показывать вам зад автобуса. Поэтому немножечко мы с вами пройдемся чуть-чуть прям побыстрее. А мы сейчас уже проехали с вами 4,5 метра. И в пути мы находились с вами 7 минут. Проезжаем мы с вами следующий поселок, который называется у нас Нижняя Высокая. И, конечно же, мы с вами проезжаем ЖК на Зеленый. ЖК на Зеленый, который у нас находится прям совсем недалеко. Давайте все-таки проедем сюда. Здесь у нас вот школьники идут. В целом, дорога такая довольно-таки неплохая. Старая дорога Краснополянская. Мне она лично самому нравится. Я предпочитаю лишний раз проехаться по ней. Сегодня было у нас на Краснополяне. Так вот, давайте посмотрим, что такое Казачий Брод. Казачий Брод – это у нас расстояние до аэропорта 10 километров. Поэтому вы можете смело там брать участок и строиться. Если мы с вами, например, берем вариант вот здесь, то здесь у нас уже есть определенные риски. Определенные риски здесь у нас есть. Я думаю, дальше нет смысла вам дорогу показывать. Немножко кусочек дороги я вам показал. И остальная дорога вам уже 50 раз известна. Все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok